Важные процессы в жизни округа не остановились даже из-за пандемии. Совет депутатов уже не в первый раз проходит в новом формате. В зале лишь часть избранников, остальные депутаты в режиме видеоконференц-связи. На повестке дня два вопроса о назначении дополнительных выборов депутатов в Совет депутатов городского округа Воскресенск. Мы с вами знаем, у нас так получилось, что оказалось две вакантных единицы. Первая в связи с досрочным уходом Алексея Сергеевича Владовича с поста депутата Совета. Ну и вторая трагическая ситуация с Александром Юрьевичем Ивановым, которая у нас получилась. И теперь мы вынуждены принимать решение о проведении до выборов. Решение было принято единогласно. Голосование по двум избирательным участкам, третьему и седьмому, назначено на 13 сентября. Третий избирательный участок – это микрорайон Навлянский, село Навлянское. Седьмой избирательный участок – это микрорайон Лопатинский, деревня Берендина, Потаповская, Асташова и поселок станции Берендина. В разном депутаты обсудили важную для воскресенцев тему – открытие реверсивного движения по Афанасьевскому мосту. Коллеги, день добрый. Довожу до вас краткую информацию по Афанасьевскому мосту. На сегодняшний день работы практически закончены. 25-26 числа приезжает комиссия. Скорее всего, что будут найдены какие-то мелкие недостатки, которые, в принципе, строители прогнозируют исправить до 30-го числа. Соответственно, на 30-го они готовы резать ленточку. В связи с чем? У меня вопрос будет с администрацией, на какое число мы назначим торжественное открытие. То есть на ближайшем совете хотелось бы это услышать. У нас 29-го, по-моему. 25-го будет у нас совет депутатов очередной. И 30-го, кстати, у нас будет еще один неочередной совет перед нашими депутатскими каникулами. Потому что там мы уйдем на длительный, как говорится, период на отдыхать. Поэтому у нас два совета планируется. Один 25-го, другой 30-го. Но думаю, Вадим, что 25-го мы уже всю информацию будем знать. Предположительное движение здесь откроют уже в конце июня, начале июля. А значит, ждать осталось совсем недолго. Двигаться на транспорте в южную часть округа станет легче. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.